вы знаете я люблю записывать видосики именно в пути в пути и так интересно записывать их когда двигаешься мысль работает лучше я проверял поэтому на зон конференциях у меня мысль работает хуже но не буду тянуть котика за хвост сегодня поговорим о снижении либидо или полового лечения партнерских отношениях у мужчин но здесь мне приходится быть сексологом нейробиологом что ли каким-то и объяснять очень очень простые вещи людям которые немножко зависли в романтических представлениях любви и не знают вообще что с этим делать и как вообще-то устроен мир ну первое сексуальное созревание у мужчины происходит раньше то есть мальчики раньше начинают хотеть о девочках она раскрывается позднее с некоторой задержкой на них на от 3 до 5 лет это нужно понимать очень очень четко второе смотрите магнит сексуального взаимодействия это такая хитрая природная штука которая нас привлекает притягивает к партнеру и мужчину и женщину и по-разному и когда люди примагнитились друг другу следующий следующем ну может быть кто-то знаете влюбляется эмоционально кто-то влюбляется в личность человека кто-то в ум но и на и сексуальная энергия поднимается и питает этот интерес и хочется всецелого соединения конечно же точкой всецелого соединения является сексуальный контакт сексуальная близость что происходит дальше сейчас я вам расскажу дальше происходит очень интересная штука которая проявляется вот каким образом когда сексуальный опыт с конкретным человеком испытан испытан когда партнер уже доступен когда она не надо его или ее завоевывать тем более когда вы живете в одном помещении в одном пространстве сексуальный интерес у мужчин сейчас мы поговорим только мужчина начинает идти на спад он уходит если кроме сексуального интереса между вами возникла ментальная эмоциональная связь вы продолжаете оставаться вместе если вы ошибочно идентифицируете что любовь это только когда есть сексуальное желание друг друга и так чтобы это было страстно по 6 раз в день и чтобы было очень много страсти и сексуального желания вы будете разочарованы почему одной простой причине что эта штука является ну такой божественной обманкой магнитом и дальше уж как повезет если повезет ну не то что повезет как сложится если сложится так что вы будете продолжать сексуально желать друг друга продолжать каждый вечер заниматься этим самым кексом ну это супер это будет супер если же в какой-то момент вы поймете что сексуальное желание угасло и назовете это словом разлюбил разлюбила вы попадете ну в некоторый обман и ваш партнер будет чувствовать ну такое состояние колоссального обесценивания потому что в этих самых партнерских отношениях каждый верит и надеется что полюбили именно его а не его секс или возможность сексуальной близости которую партнер может предоставить вот если партнер человек продолжает быть вам интересен если между вами есть эмоциональный резонанс если есть вот это чувство обмена мне хорошо с тобой мне интересно вот мне интересно с тобой такое чувство интереса присутствует то вы остаетесь вместе какие проблемы божественный магнит сработал притянул вас друг к другу и теперь вы вместе вам дальше вместе интересно и дальше идет такой непростой этап договориться о взаимодействии о правилах за последние полтора месяца мне пришлось от мужчин выслушать пять пять консультаций провести при которых мужчины констатировали факт угасания этого самого либидо давайте я сейчас скажу вам статистически а вы уж мне дальше можете писать гневные комментарии либидо после достижения возможности близких отношений угасает от трех это если люди низкоэнергетичные по свойствам своих до приблизительно от трех месяцев до приблизительно трех-четырех лет даже есть такой роман любовь живет три года это вот в этом смысле если вы опираетесь на то что любовь живет три года теперь вы понимаете какой любви идет речь сексуальность сексуальность это прекрасный божественный дар здесь без сомнения все ну сложилось именно так как нужно чтобы притянуть нас другому помните стихотворение рильке я его цитировал в своих и досиках что боги обманно влекут нас к полу другому как две половинки в единство но каждый восполнится должен сам дорастая как юный месяц до полнолуния и к полноте приведет лишь одиноко прочерченный путь вот во всех этих пяти консультациях снижение причем две из них были парными снижение либидо констатировал мужчина то есть он говорит я вроде бы еще заряжен ну есть порох в пороховницах но мне уже больше не хочется именно с ней а по душам мы прекрасные замечательные люди я говорю вот в разных случаях были разные ответы а с другими то хочется три из пятерых сказали с другими ну мысль не работает в ту сторону у одного сказал может быть с другими потому что стоячок то мучает нужно как-то разряжаться один из них сказал мне знаете что скажу вам по секрету я тут начал а он такой прожили в браке лет двенадцать я тут начал смотреть мужское порно когда мучили нас мужчины и меня это стало возбуждать меня это стало цеплять у нас женой двенадцать лет двое детей я говорю и когда вы сказали да и как вы вообще ну отнесетесь к тому что ваша женщина примерно если вы рассказали об этом или он говорит знаете мысли в такой степени откровенности что я даже и это рассказал как она отреагировала она мне так же честно сказала на это я не могу тебя толкать на это и разрешить и сказать иди попробуй там это будет как-то но не по правилам но я не могу тебе и ставить барьер и она говорит для меня важна только честность вот если это как-то произойдет у тебя или с тобой для меня очень важно честность ну то есть чтобы без подробностей ну как-то мы могли с тобой об этом говорить иначе наша целостность разлетится херам вот поэтому дорогие мужчины ваше животное то есть наше животное оно кормится сексуальным разнообразием так уж мы господом богом или матушкой природой запрограммировать хочется разнообразия ваша душа настроена на одного человека и сейчас когда вы смотрите это видео вы знаете на кого кто разделил с вами ваш жизненный путь с кем вам интересно говорить кому не наплевать что с вами происходит кто заботится о вас и кто заботится о вас и о ком вы хотели бы позаботиться порадовать божественный магнит в начале отношений ну я честно еще раз повторюсь это как лотерея это как лотерея то есть вы не знаете как эта лотерея провернется и в какую сторону вылезет ваша потребность друг в друге о женском либидо я не буду говорить вот интересно чтобы женщина может мы с Алисой как-нибудь поговорим на эту тему и запишем оно тоже работает именно таким образом я это все говорю к тому чтобы вы уважали великое таинство любви у которого есть свои законы сексуально заинтересовать притянуть людей друг другу и потом сердцем сердцем каким-то образом жить понимаете если когда эта самая энергия в долине поднимается до сердца то вы начинаете любить другого человека она сексуальная поднимается с нижней части живота именно к сердечному центру и вы не только влюбляетесь но и любите если же вы энергия не поднялась до сердца что происходит в таком случае вы сбрасываете сексуальную энергию в женщину но на сердце у вас пронежилет в развитии отношений важно понимать что разлюбил это означает по сути не хочу брать от себя энергию эмоции внимание вот что такое разлюбил но если как личность как человек ты мне интересен или интересно это не называйте словом разлюбил это называйте каким угодно другим словом но не словом разлюбил и это реальный кризис семейных супружеских отношений это реальный кризис а кризис переводе с китайского языка состоит из двух иероглифов один из них называется возможность а другой называется опасность случае если вы переживаете кризис то есть ставите вопрос под вопрос качество то есть возможность оставаться вместе только потому что прошло влечение вы совершаете глубочайшую ошибку вам конечно интересно чем закончилась история с этим мужиком который сказал что ему интересно близкие отношения попробовать в другом качестве сексуально вам конечно интересно как закончилась или продолжилась история у тех двух мужчин кажется двух да которые сказали что нет это одного которые сказали что интересно бы хочется попробовать разнообразие сексе поскольку такие люди обращаются за консультацией скорее всего они достаточно осознанны и они боятся продешевить они боятся боятся ошибиться то есть это хорошие светлые осознанные люди я показав им что любовь как заинтересованность другом человеке эмоциональная ментальная человеческая телесная но не в сексуальном смысле ты еще жива спросил их ну как вот ну как у тебя с правом налево один из них мне сказал вы меня не убедили но двое из них сказали я не пошел туда потому что это бы доставило ей сердечную боль вот так люди зрелые и эмоционально и духовно готовые к зрелой любви решают вопросы своего своих кризисов вот именно так те кто еще не натрахались и те кто боятся что официально упустить они упускают главное если либидо снизилась сексуальное желание к своему партнеру к своей жене снизилось они упускают главное и что же главное они упускают что же главное они упускают любовь которая возникла между ним секс партнера ты поменяешь но там те же яйца фаберже только сбоку но человека ты можешь потерять друзья мои дорожите любовью храните близкие отношения если они возникли между вами и будьте осмотрительны и благоразумны если если человек вам как личность еще интересен значит ваша любовь просто перешла на следующий этап вы зададите мне вопрос и будете здесь совершенно правы возможно ли возрождение сексуальных отношений другая другая женщина и они однозначно говорят да только если люди терпеливо этот кризис пройдут то есть не будут пытаться человека заменить человека который раскрылся ментально эмоционально душевно заменить сексуальным партнером любящего человека который готов вас заботиться который готов быть с вами который эмоционально открыт и по доброму привязан любящего человека заменить секс-партнером это дешевка новым секс-партнером потому что если вы просто для того чтобы разогреться и испытать оргазм это одна история а если вы хотите новых отношений то вы будете проходить те же стадии поймите те же стадии мне пришлось глубоко разобраться с этими штуками вопрос очень важный и для кого этот материал оказался ценным буду благодарен за ваши маленькие вот такие штуки кажется я еще не коснулся такого важного вопроса как любовь и свобода это очень важно понимать что если любовь в двух человеках доросла до глубокого доверия сердечного центра возможно уже успокоилась буйство сексуальных ожиданий а может быть сексуальность пытается о себе прокричать ну то есть сказать ну да мне хотелось бы но только не с ней или не с ним но чаще не с ним мы же говорим о мужской сексуальности да если другой человек с пониманием относится женщина к твоим потребностям и между вами и сердечный резонанс но смотрите женская мудрость в чем здесь ну она скажет ну я люблю тебя и хочу оставаться с тобой но как я могу удержать то есть отдельный человек я не могу тебя держать если там есть любовь я не знаю чем это закончится но любое удерживание вызывает сопротивление и вот у двух близких мужчин близких в том плане что у нас есть доверительное общение я спрашивал ну и как когда ты даже жене смог признаться что тебе этого хочется но не с ней и она отреагировала с пониманием ну что было дальше один из них сказал я знал что это может принести и боль поэтому я не пошел поэтому просто не пошлось как-то 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 не пошло ведь в сердце она ну спокойной сердечной любви мы верно благо верно ну а за вторым был очень интересный случай он человек достаточно публичный и он поехал попросил у своей да он ездит по разным командировкам на разные там совещания и однажды он собрался нас на концерт и там музыкант и бизнесмен и однажды он говорит своей жене у меня тут концерт в одном городе я еду она женщина мудрая у них уже взрослые дети и она говорит слушай я понимаю что на концерт ну ты-то хоть оденься так как-то нормально а то едешь в каком-то тряпье она вместе с ним сходила в магазин они купили новые джинсы кроссовки вот отправила и когда они глазами прощались он понял что она ну поняла ну так просто знаете резонанс есть между людьми вот он сел на поезд доехал до города и в этом городе уже ждала его пассия и вот он постоял на вокзальчике потоптался позвонил этой самой пассии сказал я не приеду не жди меня и вернулся домой и у них с женой не было секса но он вернулся домой и все ей честно рассказал поэтому друзья мои еще раз дорожите близким человеком не называйте отсутствие влечением словом разлюбил понимаете тут еще такая штука есть что интенсивность магнита когда мы влюбляемся она усиливается на всех уровнях и на ментальном и на эмоциональном и на сердечном это интенсивность магнит когда сексуальный магнит теряет свою интенсивность и значимость мы думаем что это и есть разлюбление всего человека вот здесь нам надо остыть взять паузу по возможности не разбегаться и просто каким-то образом через честный разговор пройти это я прям со слезами умоляю вас дорогие дорожите любовью которая дается и дана и уже проявлена потому что если вы ищите что она появится хорошие еще раз то проявится в новых интенсивных только гормональная вштырка которая будет восприниматься как любовью наркотик включится на новый объект но его механику нужно распознать его механику нужно распознать и стать наконец-то сместить вот сюда свою индивидуальность свою личность любые разрывы друзья они болезненно проявляются и если ты оставил человека сказав что разлюбив разлюбил с болью или пошел искать себя или искать любви к себе или искать какого-то нового секса скажи мне пожалуйста ты уверен что кинул любящего человека который еще или который еще не остыл у тебя все сложится подумай об этом не каким образом он у произведом к 15 г 4 5 5 Продолжение следует...